Оригинальные колье, изящные вазы, удобные мебели, даже кроссовки. Все это изготовлено из некогда выброшенного как мусор, но переработанного пластика. Дизайнеры всего мира трудятся над тем, чтобы дать вторую жизнь твердым бытовым отходам. На открытии необычной экспозиции «Фантастик пластик» побывал наш корреспондент Александр Калинченко. У детей эти машинки не очень популярны, зато их любят взрослые. Изделия пользуются спросом в дизайнерских магазинах в Европе. А началось все три года назад. Голландские студенты-дизайнеры приехали в Кению и были поражены огромным количеством пластикового мусора в стране. Легенда гласит, что там же молодые люди нашли небольшой заводик по переработке отходов. И буквально подарили ему как чертежи, так и технологию изготовления этих игрушек. Подарив им эту технологию, они еще и озаботились тем, чтобы создать рынок сбыта для них. Сейчас это очень популярно, это продается во многих дизайнерских магазинах. Первое, что они выпускали, это были детские игрушечные машинки и настенные часы. На сценах часов мы даже смогли купить, видимо, их все уже разобрали. Оказывается, из пластика можно и одежду шить. Главное, правильно его переработать. Выставка от Московского музея дизайна знакомит с предметами изделий, созданных по сути из мусора, точнее пластиковых отходов. Тоже из переработанного пластика, не полностью, но по большей части. Говорят, дизайнер посвятил этот проект проблеме экологии мирового океана. Очевидно, на это должна намекать сетка в декоре. Производство уже поставлено на поток, если верить ярлычку, во Вьетнаме. А вот дизайнер живет в Германии. Тут же за стеклом видим сумочку из переработанных велосипедных шин. Автор – россиянка Александра Полярус. В экспозиции представлены работы более 40 дизайнеров из разных стран мира. Их изделия не являются эксклюзивными, но в этом-то и заключается, пожалуй, главный посыл выставки. Большинство этих вещей массового производства. Та же самая плитка кровельная, она производится сейчас уже массово и используется на многих домах. Экспозиция продлится до начала зимы и как образовательный проект является бесплатной. А в День республики здесь пройдет экофестиваль. Александр Калинченко, Рабзель Мигранов, Россия Культура, Башкортостан.